Ну, во-первых, это не ревизор, это друг Украины. Это я сразу отметаю, чтобы вы знали, потому что ревизор – это не хорошее слово в отношении друзей. Хотя фраза о том, что «доверяй, но проверяй» тоже здесь может быть уместно, более уместно, чем ревизор. Теперь, что касается Энтони Блинкина, это не первый визит его, он уже несколько раз посещал с первого дня этой войны, и каждый раз он приходил, и встречи имели конкретный целенаправленный характер. Думаю, сейчас, ну, публично нам ничего не скажут, конечно, помимо того, что очередная финансовая помощь, насколько я слышал, это должно быть в районе одного миллиарда, должно быть принято наконец-таки решение многомесячных дебатов, дискуссий по поводу вот этих урановых боеприпасов, чтобы пробивать бронь, так сказать, танков ровно настолько, насколько надо. То есть это тоже решение принято, и они будут именно в этом пакете. Плюс, насколько я знаю, вот так, что до конца этого месяца у вас там еще осталось в пакете несколько миллиардов неосвоенных денег по старому, так сказать, году, ну, по этому нынешнему, который заканчивается в сентябре. И, так сказать, это в сентябре еще будет несколько, так сказать, траншей на эту тему. Это очень хорошо. Это как раз-таки для того, что нужно вашим солдатам на поле боя, вот, в условиях успешного контрнаступления, которые именно всяческими информационными бросами российских нарративов, ну, и всех тех, кто не заинтересован в победе Украины, стараются преуменьшить значение успехов. А успехи, они существенные, и это ощущается здесь на Западе, и здесь, в первую очередь, в Вашингтоне, в плане того, что настроение у многих здесь улучшилось, когда, ну, я имею в виду тех, которые, ну, не вовлечены, например, генерал Мили, там, Остин, они знают, да, что там должно было быть, и темпа этого всего. А вот те, которые просто понятия не имеют об этом, и вот сейчас, оказывается, есть конкретные успехи, и это не последние успехи, ну, естественно, это помогает и льет на мельницу тех, кто искренне хотят поддержки победы Украины, и стараются работать именно на этой стороне улицы, и ослабляет позиции всех, кто на этой тематике очень много спекулировали, и тем более, когда начинается предвыборная кампания. Кроме этого, не забывайте, что Энтони Блинген – это дипломатия, это министр иностранных дел Америки, так скажем, вот, и поэтому скоро будет генеральная сессия, генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций, очень важная платформа, где будет проходить, ну, очень много встреч, и нужно будет принимать определенные резолюции, не то, что подтвердить на том же уровне поддержку Украины, но ее еще нужно будет усилить, учитывая Копенгаген и Джидду. Поэтому, я так понимаю, дипломатическому давлению, который вписывается в вот эту системную работу по всем направлениям в этой войне, уделяет большое внимание, это, я так понимаю, будет тема и работы с Африкой, будет тема и G20, вот, который вот намечается, и, как мы знаем, там не будет ни Китая, ни России, и поэтому очень много там темы Африки будет на повестке дня важная, и участие Украины, и во всех этих процессах, плюс суметь повестку дня украинскую и на эту территорию перенести, не только через Организацию Объединенных Наций, но и через другие, так сказать, саммиты, которые вот сейчас проходят в Африке, и которые в перспективе будут проходить и после G20 в том числе. Ну, и G20, также однозначно тема G20, и какие вопросы там важно будет поднимать, это тоже. Я так понимаю, это дипломатическая часть, часть финансовой помощи конкретно, это тоже я уже сказал, ну, и плюс наверняка есть много таких моментов, которые лично должен передать Энтони Блинкен президенту и его ближайшему окружению, ну, и ту самую информацию, которую нельзя передавать, зная в условиях тотального шпионажа, когда все сегодня так проверяется, и так... Вы можете нас переставить? До этого как-то было так, мы же всегда так были. Я постараюсь. Да, и сегодня, господин Юнус, осталось технически дома сама за старшего, сейчас я с этим разберусь, я только, позвольте, пока буду технически разбираться, я задам уточняющий вопрос. Вы никогда не комментируете, в отличие от многих других экспертов, внутриукраинскую политику, да, то есть уровень вашей толерантности, мы говорим с вами о глобальном, вы никогда не комментируете в жизни. Нет, неправильно, я считаю, это неправильно. И сегодня, да, я не буду вас погружать в эти темы, я лишь спрошу, как вы считаете, будут ли внутриполитические наши проблемы, вы знаете, о чем идет речь, зритель наш знает, о чем речь, в том числе, возможно, одной из тем для обсуждения Энтони Блинкина при участии нашей власти. Категорически нет. Категорически нет, потому что Соединенные Штаты Америки и, в первую очередь, нынешняя администрация и все те, кто с вами работают, полностью доверяют президенту Зеленскому и его команде. Все остальное, все, что вы слышите в средствах массовой информации, это спекуляция. Это специально делается для того, чтобы добиться, ну, какой-то трещины, как внутри политической власти в Украине, так и в взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки. Вы же видите, это целенаправленно делается на протяжении всех полутора лет. Им это не удается. И я не думаю, что Энтони Блинкин именно пришел и может на эти темы разговаривать. Категорически нет. Заметьте заявление, которое делает ваш президент, ваш министр иностранных дел, ваши военные. И посмотрите, в последнее время, что делают. Говорят там на Западе. И личный раз вы видите, что все те нараты... А теперь вспомните все те страшилки, которые регулярно вбрасывались. И где результат? Значит, это все специально, целенаправленно делалось. И когда результата никакого нету, это все отрублено. Я не вижу никакой темы именно касательно внутриполитических моментов, которые могут обсуждать Энтони Блинкин и ваш президент, и ваш военно-политическую руководство. Одно дело, это когда делают политики, которые занимают выборные должности. Ну, я имею в виду, конгрессмены, сенаторы, которые приезжают, включая того же Ленцегрема. А другое дело, когда делают конкретные чиновники в конкретной администрации. Они работают с этим президентом. И уже они будут работать до конца этого года. То есть я имею в виду до конца следующего года. А что будет потом, как карта ляжет. Это покажет результат президентских выборов. И от того, поэтому они тоже понимают, что... А многие из них, многие из них планируют наверняка продолжать свою политическую деятельность. И будучи госсекретарем, будучи министром обороны. Или на других каких-то куличевых должностях, да. Которые в конечном итоге позволяют им прыгнуть и в кресло вице-президента, и в кресло самого президента. Поэтому такие люди, они понимают, что можно говорить, что нельзя говорить. И понимают, что завтра это может сыграть и против них в том числе. И на каком основании, на каком основании сегодня Энтони Блинкин будет заниматься внутриполитическими разборками там в у вас стране. Если они доверяют, это проблема. Если есть такая проблема внутри страны, это проблема президента Зеленского и его команды. И насколько я смотрю, насколько я это вижу, как будто бы они неплохо работают. И есть конкретные результаты. Просто не все же надо озвучивать, и не обо всем надо говорить. А зачем обо всем надо говорить? Если вы доверяете. Вот понимаете, я вот всю жизнь начальник. С 25 лет, так можно сказать. Я вот знаю, что как это по молодости иногда многих вещей не понимаешь. А когда ты становишься взрослее, опыта набираешься, и ты понимаешь. Доверяй, но проверяй. Это хорошее правило. Но есть моменты, когда ты должен точно доверять. Если ты кадровой политикой занимаешься. Если ты сам посадил этого человека на эту должность. Значит, должен быть уровень доверия. Это степень доверия. А если ты с каким-то партнером ведешь какой-то совместный бизнес. Ты должен доверять ему. Иначе на недоверие, на недоверие, хороший бизнес не построишь. И поэтому, а зная, что идет такая война. Более того, решение последнее должен принимать президент Зеленский и генерал Залужный. Потому что войну ведут они. Не американцы ведут эту войну. И поэтому, исходя из этого, мы должны понимать, что если вы доверяете вашему партнеру в принятии окончательного решения, то вы не должны мешать. Я не думаю, что сегодня американская администрация дает себе такое право. Я не слышал ни разу. Вот все то, что в течение полутора лет было, это были все газетные утки. Это все были спекуляции на эту тему. Из уст официальных источников, или из уст тех, которым информированных людей, будь то генералы, типа Петреус, Ходжерс, я никогда таких вещей не слышал. Я слышал только Блумберг, Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Тайс, вот это все, СНН, Фокс-Ньюс, вот это все, конгрессмены, сенаторы, кто болтает. И вагон этих самых русскоязычных экспертов, бывших ККБшников, бывших не бывает, тысячу раз я это говорил, и все это говорят на эту тему. И многие другие, депутаты Госдумы, доверенные лица, артисты, артисты, шаманы, профессора, вот это все. Это все они распространяют, а здесь в Америке этого нет. Администрация Байдена полностью доверяет президенту Зеленскому и его команде. И все эти разговоры, которые ведутся, вот я так открытым текстом договорю, я вот так это понимаю. Если это не так, пускай кто-нибудь проведет какой-то факт. Я этих фактов не знаю на официальном уровне. И поэтому все, что они делались, вы видите, Ваш президент и его команда четко держат руль на пульсе. И если надо, они проводят и кадровые перестановки, если надо, они производят даже аресты. Это неожиданные, может быть, для других. Поэтому эти неожиданные аресты стараются также преподнести, что здесь тоже какая-то игра идет. Это нет. Это конкретно программа. Это конкретно делается. Более того, это делается, между прочим, как вы сами понимаете, во вред многим своим личным связям и на пользу тех же американцев и все остальное. Поэтому вы должны понимать, это и есть стратегический подход в такой войне, которую вы ведете. И те люди, которые сегодня уполномочены вами вести эту войну, я имею в виду, ваше военно-политическое руководство, это как по минному полю. Здесь ошибок не может быть. Одна ошибка и все. Одна ошибка и все. Пока я таких серьезных ошибок в работе Соединенных Штатов не вижу. И больше того. Я вижу больше ошибок с американской стороны. Но это ошибки с точки зрения того, что плохо знают территорию. Это так уж всегда было. Это далеко до них. Пока до них дошло. И опять же, по сегодняшний день, как бы они там хорошо уже, первая страна, это не оправдывает их. Это не оправдывает их медлительность, не оправдывает вот эти прагматизм, связка с президентскими выборами и многое другое. Это не оправдывает. Ну, такова Америка. У вас другого союзника, лучшей Америки, нет. Понимаете? Лучшей Америки нет. Поэтому у меня претензии больше к Америке. Претензии к украинской политической мошенничею и политической власти у меня нет. Знаете, когда мне в интервью Юрий Рашкин, у которого вы тоже бываете в гостях, сказал, что я всегда задаю вопрос, почему не грохнут Путина. Ну, в прямом смысле, почему американцы не воспользуются своей силой? Юрий Рашкин объяснил, он говорит, понимаете, у нас такой бэкграунд, когда мы пытались действительно извне менять правительство, то есть фактически принимать решения за общество. И это всегда очень плохо заканчивалось. И я думаю, что этот же такой опыт печальный применяется к Украине. Там, может быть, где-то подсказывают, но вот эта вот история про марионетку, про куратора из Запада, это все абсолютно смешно, тем более, что мы видим, что часто от нас чего-то на Западе ждут, а мы, наоборот, этого не делаем. Господин Юнус, тогда я в догонку, когда вы говорите, что у нас лучше, чем Соединенные Штаты Америки, и партнеров нет, да, в этом есть свой смысл, но при этом, конечно же, есть и другие страны, которые нас окружают и во многом нам помогают, в том числе, конечно, это касается и Турции. Сейчас новость, которая появилась, я, правда, сразу оговорюсь, что она пришла к нам из Министерства иностранных дел Российской Федерации, поэтому, ну, наверное, можно верить на 50%. Тем не менее, господин Юнус, МИД России заявляет, что Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке одного миллиона тонн зерна в ближайшее время, начнется проработка технических деталей, также в заявлении говорится, что в ближайшее время начнется проработка по поставкам зерна в Турции при содействии Катара. Да, напомним, что вот на этих днях была встреча, Эрдоган летал к Путину в Сочи, и эту встречу назвали провальной, ну, потому что ни о чем, по крайней мере, буквально не договорились, и инсайдерской информации не было. Сейчас есть вот такое заявление, ничего про Украину, то есть как будто бы есть новый трек. Давайте расставим точки над «и». Могла ли Турция и Эрдоган действительно пойти на какое-то отдельное соглашение с Путиным? Ну, давайте по порядку, раз уж мы говорим об этой встрече. Встреча назревала, и она произошла, потому что ее давно не было. Вот. Вопросов между Россией и Турцией вагон и тележка. И если вы меня спросите, кто кому больше нужен, сегодня Турции нужна Россия. Хотя и России нужна Турция, но Турции нужна Россия. Точно так же, как Китай нужна Россия, точно так же, как Индия нужна Россия. Я подчеркиваю конкретные такие сильные страны, которые в первую очередь и географические, и логистические очень нужны. И, как вы видите, они снимают сливки по полной программе. По полной программе. И Турция это тоже делает, исходя из своих национальных интересов. И правильно делает. И правильно все делают. Все делают, на России зарабатывают. И Евросоюз по сегодняшний день так же делает. Как я подчеркиваю, Евросоюз сегодня продолжает иметь бизнес с Россией. И денег там, товарооборот, который на сегодняшний день, вот на момент нашего с вами интервью, намного больше, чем весь товарооборот между Россией и Турцией. Это так, к слову. Но почему-то на эту тему никто не говорит. А на эту тему говорят. Вывод. Значит, кому-то это не нравится. Ну, мы должны... Я провожу экспертизу. Я провожу экспертизу. Поэтому постараюсь свои личные симпатии, антипатии оставить в стороне. Вы знаете, что я большим бейтетом отношусь и к Турции, и к Азербайджану. Родные мои страны. Азербайджан это моя родина. А Турция это главный военно-стратегический партнер Азербайджана. И много сделал еще для Азербайджана в победе во Второй Карабахской войне. Но при всем при этом я стараюсь быть экспертом. Вот я вам сейчас дам свою экспертизу, как я вижу, этот визит. И у них много вопросов. Это не только зерновая сделка. Это экономические взаимоотношения. Это и туризм. Это и атомная электростанция. Вот. Это Сирия. Номер один, номер один, это была тема Сирии. Видите, как о ней почему-то мало говорят. Вот насколько я понимаю, насколько я информировал, первая тема была, это тема Сирии. Потому что там довольно неспокойно. А это очень важно. Это вопрос национальной безопасности Турции. И здесь, конечно, Россия играет с Ираном и с Сирией. И тут все очень важно было решить многие вопросы. Ну, насколько я понимаю, как будто бы они пока предварительно говорили. Это надо смотреть сегодня на то, как будут развиваться события в Сирии. И после этого можно сделать, вы договорились, а не договорились. Если там будет эскалация, значит не договорились. Значит каждый из них остался при своем мнении. Значит надо показывать силу. Вот. Тема Ливии также присутствовала там. Тема Южного Кавказа. И вот то, что происходит сегодня эскалация на границе между Арменией и Азербайджаном, также присутствовала. Заметьте, на эти темы никто не говорит. На эти темы никто не говорит. А это очень важная тема. Плюс и уже вот эта тема зернового контракта. Старого зернового контракта, зерновой сделки не будет. Я это вам говорил в эфире вашего канала в прошлый раз. Будет ли новый и как он будет выглядеть, сегодня никто не знает. О чем они говорили? Они говорили наверняка о том, что нужно сделать автономные проекты. Один с России, а другой с Украиной. С России, вот если МИД России озвучивает это, как они озвучивают это все, но вы должны понять, это не между Турцией и Россией. Забыли упомянуть организацию объединенных наций. И поэтому, насколько я понимаю и насколько я информировал, будет встреча здесь, в Соединенных Штатах Америки, будет все согласовываться с президентом Байденом, на встрече Байдена, Эргагана. И, естественно, генеральным секретарем. Вот все то, что они там обговорили, они должны обговорить и здесь. Если здесь примут какое-то решение, может быть, будет еще один визит и одна встреча между Путином и Эргаганом для принятия окончательного решения. Это я к тому говорю, чтобы вы понимали бы, как все должно выглядеть. Поэтому пока идут разговоры, все остальное будут спекуляции. Я понимаю, что это самое... Очень много заинтересованных стран. Это подчеркиваю, кто? И Китай. Турция самая заинтересована в этом, потому что это регион Черного моря. Это регион Черного моря. Плюс это транзитная страна. Это все для... Хочешь в Африку, хочешь в Европу, хочешь куда-нибудь еще. Это все для Турции. Плюс Турция самому это нужна. Турция кровно заинтересована. В зерне как со стороны России, так и в зерне со стороны Украины. И Турция будет делать все для того, чтобы это работало. И не только с Россией. Но, опять же, под эгидой организация обменет нас. Просто как это будет выглядеть в предметной плоскости, еще нет окончательной договоренности. Есть беседа с российской стороной, и есть какая-то договоренность. Теперь эту договоренность надо обсудить с этой стороной. И это будет обсуждаться здесь. Поэтому сегодня говорит о том, что кто-то с кем-то, ну и дальше что? Поговорили, да, обсудили. Надо же поговорить и здесь, посмотреть, что будет. Потому что у этой стороны свои интересы. Соединенных Штатов. Потому что вот это же все связано, чтобы вы знали, с той же Африкой. Сегодня идет, если в геополитическом плане. Уже война началась, переметнулась, украинская война переметнулась на Африку. У нас, например, на Кавказе, я вам говорил как-то несколько месяцев там назад, когда я сказал, что за Армению схлестнутся с одной стороны Россия и Иран, с другой стороны Брюссель и Вашингтон. Видите? Наглядно сегодня это происходит. Теперь я вам говорю о том, что началась борьба за Африку. Путин это публично уже показал. Урсула фон дер Лейн. Вчера в Кении это показала. Пришла туда и говорит. 150 миллиардов предложила. Говорит, сравните те суммы, которые Россия предложила на этом саммите. А потом посмотрите, что сейчас готовят на G20. И посмотрите, что будет там в ноябре. То есть идет борьба за Африку. И в этой тематике вот эта зерновая тема, это не только зерновая тема, но зерновая тема одна из этих тем, да, играет существенную роль. Поэтому, и заметьте, и в этой игре, в этой же Африке, и Россия, и Турция, и Китай, и Европа, и США. Африка тоже разная. Мусульманская Африка, Турция там, да, времена Эрдогана провела большую работу. Вот вся она мусульманская, это Африка сегодня с большим пиететом относится к Турции. Просто поинтересуйтесь, эксперты уважаемые, поинтересуйтесь за 20 лет, сколько раз президент Турции и члены его команды, ключевые члены его команды, побывали в этих африканских странах. Просто посчитайте количество. И задайте, а потом посмотрите, какие эти страны, что в этих странах есть, важного такого и так далее, и тому подобное. Посмотрите, кто до этого там командовал. Посмотрите, где перевороты происходят за последнее время, штук 8 произошло. Кого выдавливают с Африки? Поэтому вы должны понимать это все, интерес к Африке увеличивается. Идет переформатирование всего мира. Я просто как эксперт по геополитике, вот я, это моя работа, поэтому я интересуюсь, вот с этой точки зрения, я на все эти процессы смотрю. Поэтому эта война ваша вскрыла очень много. Просто все поняли, что уже надо заниматься. И Россия на самом деле этим занимается. Просто многие вот так смешно подходят. Вот он собрал там саммит африканских стран, и вот они пришли там такого, типа как будто бы несерьезные люди, да по 30-40 лет там сидят. Надо не на них смотреть, надо смотреть, что там есть. Почему там Вагнер там в таком количестве, годами там это делали. Потому что там есть на чем зарабатывать. И когда ты начинаешь это понимать, вот Усулу Фандерен вчера там была, выступала, посмотрите на ее выступление. И это не последнее выступление. Она и на G20 будет. И туда африканские представители приедут, вот эти все главные, которые тоже хотят знать, что и как. И они тоже смотрят сегодня на этот весь мир. Ага, это с Америки можно. Столько взять с Евросоюза, столько с Китая, столько с Турцией, с Россией вот это. Вот они так же ведут себя. Поэтому они должны, я к тому и веду, все, чтобы, когда вы хотите оценить вот этот визит, не смотрите так узко. Это не визит, связанный конкретно с зерновым этим контрактом. И зерновой контракт там, конечно, на своем месте. И просто это взаимоотношения. Турция и Россия, посмотрите на их исторические взаимоотношения. Они не любят друг друга. Они исторически были всегда противниками. Исторически воевали. И они завтра же снова будут воевать. Просто они сегодня, ну, как заклятые друзья, так скажем, да. Вот они просто сегодня, ну, других вариантов нету. Так же, как у России, с тем же Китаем. Других вариантов нету. Кого он разнит будет? Эрдогана? Ну, вы же видите, ну, давайте откровенно скажем, да. На харизму Эрдогана посмотрите, на его харизму. Он единственное, ну, как ведет себя. Он так позволяет себя, он с другим, он с Байденом даже так не ведет себя. Это видно, да. Поэтому он понимает, что этот человек, ты с ним договаривайся и играй с ним честно. Потому что, если что-то будет не то, мало тебе не покажется. Мало по полной программе получишь. И здесь не надо быть Китаем, по полной программе. Он тебе несколько раз это показывал. И не только тебе это показывал. Он даже это американцам показал. Несмотря на то, то, что Америка, то, что у него там кризис, все. И он даже пошел и стал снова президентом. Он показывал, тем более сегодня ему вообще нечего терять. Его избрали на пять лет. Вот он эти пять лет проведет именно так, как он считает нужным, выгодно для своей страны. Не для США, не для Евросоюза, не для России, и не для Китая. Понимаете, я хочу, чтобы это понимали. Когда мы оцениваем это, просто призумием. Для Украины ничего страшного, ничего плохого я там не вижу. Почему? Потому что Украина стратегический партнер. Турции географически в районе Черного моря и в первую очередь Крымской платформе. И назначение нового министра не американцы же назначили, и не русского назначили, и не китайцы назначили. Это тоже, что это реверанс в сторону Турции. Почему? Министра обороны, не министра там сельского хозяйства, а именно министра обороны. Потому что сегодня это приобретает ключевое значение.